Когда у нас начинают занятия, я закрываю дверь, так чтобы никто не мог войти. Двери на замок и никаких камер, кроме разве что нашей профессиональной. В этой студии свои правила, устанавливает которые сама хозяйка. Лесян Давлетшина в танцах последние 8 лет, но все это время ее смущало, что в студии танцев легко заходят мужчины, всегда сидит охрана, а девушки любят фотографироваться и снимать свои успехи на видео. Такое для девушки в платке недопустимо. Здесь у нас происходит все волшебство. Это пилон, возле которого мы танцуем. К сожалению, я вам показать танец не могу, так как я мусульманка. Когда я ходила 8 лет назад, ну и в принципе сейчас, не было таких условий, чтобы можно было заниматься комфортно. И это не противоречило религии. Чтобы не был вхож мужчина, чтобы кто-то во время занятий кого-то не заснял и не выложил это в соцсеть. Я решила, что почему бы самой не попробовать открыть группу для мусульманок. Обязательное условие, которое девушка ставит посетителям, это не делать из тела культ. Это не объект для всеобщего любования, а нечто интимное. Именно поэтому девушка не должна снимать других посетительниц, ставить в зале музыку с вульгарными словами, а окна во время занятий должны быть обязательно закрыты. У нас здесь потрясающе видно, мечеть, но ничего никто не увидит, так как мы закрываем перед началом занятий наши окна, которые имеют специальную защитную пленку, которая ничего не показывает. Поддерживает увлечение жены и ее супруг Абдул-Азиз сам получил богословское образование. Долго жил в Индии и не понаслышке знает, что харам, а что нет. Я положительно смотрю на эту затею. Более того, хочу сказать, что та женщина, которая танцует, она, конечно же, счастлива. А что может быть лучше для мужчины, чем счастливая женщина? Тем более у них все это в закрытой такой форме происходит. Вот только казанская общественность с таким положением дел не согласилась. Многие даже усомнились, как вообще такое возможно в мусульманской республике. Это неправда. Такое убыть привозит. Это вранье. Она думает, на этом она разбогатеет, что ли. Она, наоборот, убыток только понесет и все. Мусульманка открыла. Я считаю, это неправильно. Если она мусульманка, она, скажем, даже не имеет права. А вот религиозные деятели задумку со студией танцев поддержали. Богословы уверены, если соблюдаются все основные правила, а это скрытность от мужчин и не публичность, то заниматься танцами даже на пилоне девушкам можно и нужно. Они сказали, мы для своих мужей хотим вот это показать, чтобы наши мужья не смотрели других женщин. И мы сказали, для этого, конечно же, можно. Никакого противоречия к исламу нет. Для себя любимый, для мужа, чтобы быть в форме. Немножко пошлое название стриптиз. Потому что мы здесь занимаемся не стриптизом, а полукзотом это красивое женственное плавное движение с пилоном. А вот харам это или нет, каждый решает сам. На то у всех своя совесть и нормы морали. Дарья Петрова, Артем Логвинов, Максим Зуйков и Максим Малов. Телеканал Эфир.